друзья всем привет вы на моем youtube канале меня зовут алена и сегодня мы с вами говорим про мозг очень интересная история здесь про питание и психологию я связала две эти темы потому что они мне всегда были интересны спорт питание психология и сегодня тема про мозг потому что я обожаю все что связано с мозгом каждый день у нас рождаются какие-то новые отмирают нейроны да о мозге можно говорить бесконечной и лучше меня скажут профессионалы но у меня есть на самом деле что сказать есть такие вещи которые разрушают мозг мозг действительно разрушается в старости и это правда но есть вещи которые делая создавая вы можете поддерживать свой мозг конечно мы говорим там про аксон и передатчики нервных импульсов я не буду входить в какую-то научную демагогию здоровые нейроны образуют прочные богатые связки которые помогают мозгу и позволяют оставаться здоровым и активным то есть если у вас здоровый мозг вам не будет сложно сделать физические упражнения вам не будет сложно говорить вам не будет сложно что-то делать и ответственность за то чтобы мозг не износился раньше времени несет как вы думаете что миелиновая оболочка и часто есть в общем ладно по простому есть вопросы связанные с мозгом рассеянный склероз другие очень серьезные вещи о которых люди узнают очень поздно я скажу так что многие не знают о факторах провоцирующих эти нейро заболевания и конечно моя задача с вами проговорить про то что поддерживает мозг и то что делает его более активным я скажу прямо самые простые вещи если у вас нет хорошего сна то о здоровье мозга говорить очень сложно то есть если даже вы устали в проекте в работе не успели поспать лучше поспите чем поешьте почему для мозга так важны и продолжительности качества сна во время бодрствования активируются гены управляющие миеллинизацией зато плохой сон особенно несколько дней это полная беда про бессонницу был отдельный видеоролик при моем всем глубоком глубоком уважении к людям которые трудятся ночью на шахтах каких-то вахтах хронический недостаток сна приводит к дегенерации нейронов ну то есть это по простому следующая мозг может улучшать свою работу при одном простом условии но не все готовы почему-то этим заниматься принципиально для мозга физическая активность я не раз писала о том что физически активный человек устает парадоксально за день меньше чем мало активный дело в том что если у вас нет движения вы не генератор энергии вы поглощатор грубо говоря энергии многие важные процессы не могут просто не могут реализоваться без регулярных нагрузок примите это как ну как библию наверное мне нравится двигаться тогда уже отдельно отдельно мой видеоролик у меня мама которой больше 50 лет и она очень активная женщина она никогда не сидит в основном двигается что-то стирает убирает не потому что она хочет потому что в этом жизнь устойчивые социальные контакты и общение это супер важно для мозга сразу скажу что многие мне напишут сейчас про одиночество как важно быть в одиночестве но я подняла кучу исследований скажу те люди у которых есть хоть какая-то социальная связь соседи сестры друзья матери отцы они более счастливые а счастливые люди в основном здоровые следующий момент обучение мы говорим про то что я не могу обучаться мы сами себе ставим запреты даже новые маршруты выбирать полезнее мозг на это тратит энергию и поверьте ездить на работу одной дорогой есть одну и ту же булку свой творог с кефиром запивать это привычно сложнее делать что-то другое если у вас по каким-то причинам была повреждена миелиновая оболочка есть решение вопроса есть люди которые поглощают продукты а в них например глютен в них какие-то продукты разрушающие чисто внутренний миелин и вы скажете но у этого же человека нет целиакии но время от времени когда капать на один камешек и точить его он стачивается также как и зубы и скажу так что если у вас по каким-то причинам есть проблемы с миелиновой оболочкой есть продукты напрямую влияющие на ее восстановление это жирная рыба это печень трески это мясо это яйца именно слово-то какое докоза гексоеновая кислота если запомните то запишите она накапливается в коре головного мозга и участвуют в процессе миелинизации то есть пожилым это критически важно я когда-то маме на всякий случай выписала такую добавку мало ли она забудет съесть то что нужно просто позаботьтесь о том чтобы это было или в рационе или или в бадах источники витамина c в сочетании с коллагеном он тоже способствует синтезу миелина многие не знают что после 25 не потому что возраст у многих правда есть проблемы с коллагеном и витамин c в сочетании с коллагеном а витамин c это что у нас болгарский перец шиповник цитрусовые брокколи до особенно квашеная капуста это тоже поддержка мозга источники цинка я вам называла в прошлом видео источники холина это вообще структурный элемент клеток головного мозга об этом даже снимать видео не хочу без ацетил холина мозгу приходится очень трудно буквально 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 вообще тяжело я несколько дней назад снимала отдельный видеоролик еще один момент мозг не выдерживает без насыщенных жиров очень многие садятся на из-за воспалительных маркеров они убирают все насыщенные жиры поверьте нужно немного но оставлять источники меди источники фолиевой кислоты источники биотина а о каждой о каждом о каждом витамине я снимала отдельное видео b12 при дефиците b12 когнитивная функция страдает в первую очередь и пожилые такие они могут запутаться а дети такие обычно обычно у них проблемы с запоминанием и так далее железо один из важных элементов для защиты мозга и мьелиновая оболочка страдает об этом я тоже говорила то есть железо критически важно для мозга всем здоровья надеюсь было доступно ясно понятно и все это можно находить в продуктах если вы внимательны на моем канале подписывайтесь жду вас в прямых эфирах и до новых встреч